Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Сегодня у нас в гостях академик, лауреат всероссийской премии Грани Театра МАС, режиссер церемонии Олимпиады-80, а также режиссер-постановщик церемонии открытия Международного форума «Россия и спортивная держава» Валентин Алексеев. Здравствуйте, Валентин Александрович! Здравствуйте, дорогая Дашенька! Скажите, пожалуйста, чего ждать от открытия форума приоткройте завесы тайны? Осталось всего на все одни сутки для того, чтобы открылся этот форум на Красной площади вашего города. Все готово, я должен сказать, для этого. Сегодня генеральная репетиция, я думаю, что она пройдет нормально. Так что мы готовы к бою. Валентин Александрович, вы же не первый раз в Чебоксарах. Вот скажите, какие впечатления от нашего города? Вы знаете, я прирос к вашему городу. Впервые я сюда приехал в 1986 году. Мы проводили здесь большое комсомольское мероприятие по местам боевой и трудовой славы советского народа. И с тех пор я стал гостем постоянных таких больших праздников ваших. Это День города. Мы делали карнавалы. Мы делали большие здесь праздники на берегу залива. Мы делали открытия обязательно. Я проводил День Победы всегда здесь. Потому что, вы знаете, ваш народ необыкновенный народ. Я видел тысячи людей. Вот прошлое воскресенье, в субботу, сдавали нормы ГТО. И не для красного словца, и не для рекламы. Рекламы нет. Это огромная масса. Когда в 20 тысяч человек выходят и делают зарядку. Вы знаете, это только, по-моему, один город в России. И один город, наверное, в мире во всем. Потому что я знаю, другие города. Я езжу, бываю во многих городах. Но то, что здесь делается, это необыкновенно и правильно избрали город Чебоксары для показа подобного. Это не халтура. Это настоящие подлинные вещи. И они делают с таким удовольствием эту зарядку. Она где-то проходит 16-17 минут. Когда они в полном, ну, как говорится, отдаются, выполняя все упражнения, которые делает Оксана Вербина и ее питомцы. И за ней повторяет тысячи людей. Это, вы знаете, это движение. Поражает отношение детей к этим мероприятиям. В которых я часто большую массу детей приглашаю. Вот сейчас на этих, на открытии будет присутствовать порядка двух тысяч человек. Это только детского персонала. Это школьники, это студенты, техникум, студенты вузов. И вот поразила одна такая деталь интересная. Мы проводили митинг-реквиум у матери-покровительницы. Холодно. Температура воздуха плюс 4. Брыжет дождь. Идет, ну, не нас, на этом ветер же большой. И вот делали проходку там специально должны с портретами идти. 504 человека несли эти портреты. Это были студенты, это были школьники, которые несли портреты своих родственников, погибших на этом. И мне это запомнилось на всю, наверное, оставшуюся жизнь. Когда мы прошли уже 4 раза. Я говорю, ну что, ребята, давайте домой. Валентин Александрович, давайте еще раз пройдем. Вы понимаете, какое это отношение этих мальчишек и девчонок к подобным мероприятиям. Конечно, с такими приятно работать. Конечно, там голос не повысишь на них, они выполняют всегда все так, как это нужно. И поэтому я просто влюблен в этот народ, я влюблен в этих детей, с которыми работают все эти годы. Валентин Александрович, а расскажите, как в 1980 году вы стали одним из режиссеров Олимпиады? Я попал просто в хорошие руки своего учителя Бориса Николаевича Петрова. Это народный артист России. Это человек, лауреат государственной премии, который был военным, он был капитаном, а я пришел к нему курсантом. Он заметил, что я что-то умею делать и сразу привлек меня к большим вот этим праздникам, потому что он их ставил. И когда убедился, что я выполняю все его поручения и даже слишком свои еще идеи вставлял, Борис Николаевич меня приблизил к себе, и мы с ним провели ни много, ни мало, всего на всего. 53 года вместе. Если он ставит открытие, я ставлю закрытие. Если мы едем в Сирию делать праздник, он говорит, что ты возьмешь. Я знаю, что самое трудное доставалось мне. Я взял фон, в котором участвовали 23 тысячи человек. И там я просто, ну, как говорится, зная счет до восьми по-арабски, и так дальше, то с этим всего арсеналом знаний языка арабского приходилось работать с такой огромной массой людей, конечно. Это переводчики были и делали. Ну вот, открытие делал Борис Николаевич в Египте. Мы делали пятые все африканские игры. Он делал открытие, я делал закрытие. И так во многих вещах, даже мы менялись. Он главный, я у него заместитель, и первая рука. Я главный, он у меня был заместитель, и я так же его гонял, как он меня гонял, когда я его заместитель. И эта дружба, конечно, дала большой результат. Где я сейчас стал преподавателем университета культуры московского. Веду я только спортивную режиссуру, никакие другие я не взял. Я знаю, что я в этом плане король своего дела. Я не менял свою специальность, хоть сам военный человек. Меня пытались сделать политработником, сделать начальником, командиром. Нет, я ввел физическую подготовку, физическую культуру. И вот получил я даже академика за военно-патриотическое воспитание наше поколение. Вот такая судьба меня свела и по Олимпийским играм, что Борис Николаевич был главным режиссером спортивного блока. Блок там разделялся, протокол взял народный артист Туманов Иосиф Михайлович. А что касается танцевальных и, как говорится, как балетмистер, был герой соцтруда Гаденко. Вот эти три человека и поставили Олимпийские игры. Это чтесное сотрудничество было этих людей. И было очень приятно работать, что каждый делал свое дело. И результат был потрясающий. В каком плане? Ведь Олимпийские игры имеют свою хартию, где все прописано, что должно быть. Должно быть никакой политики, никакого возвышения своего государства и прочее. И таким образом мы все согласно хартии выполнили. Например, в хартии написано, что торжественное должно быть открытие на подъеме. У нас было это все сделано. И не прославление нашего государства, а прославление начальной, как говорится, где открылись Олимпийские игры. Это Греция. И мы прославляли Грецию. И у нас шел, как говорится, первое, когда квадриги на лошадях, вернее, колесницы, девушки рассыпали лепестки, рост по дороге для олимпийцев. А завершением должно быть закрытие с грустинкой, должно быть со слезинкой. Там так и прописано в хартии. И все мы это выполнили. Тысячи людей на стадионе, когда у Мишки покатилась слеза, многие не заплакали, тогда улыбнулись. А когда Мишка стал улетать, когда стало это необыкновенно, что это прощание, что он вот сейчас на глазах и исчезнет в голубом небе, вот здесь покатились слезы у многих. Вот так мы выполнили. Последующие Олимпийские игры стали равняться по нас. И, кстати, после Олимпийских игр нашу режиссерскую группу стали приглашать за рубеж. Мы много сделали праздников. И фестивали делали. И различные, я уже назвал где страны, и на Кубе, и в Германии, во многих странах были, делали, и нам полностью доверяли. Потому что, я скажу, что после нас были эти игры в Америке, где, ну, тогда Америка нас пробайкотировала. На Олимпийские игры в 80-м году вместо 140-160 делегаций, которые должны были приехать со всего мира, они не приехали. Было всего 80 делегаций. Ну и, естественно, когда у них пришлось, наши тоже не поехали, видно, на Олимпийские игры туда. И Олимпийские игры стали под срывом быть. И тогда Тернер, американец, миллиардер, он придумал игры доброй воли. И постановщиками игры доброй воли тоже мы были. С Борисом Николаевичем мы делали игры доброй воли в Санкт-Петербурге, в Тарье игры. Мы тоже выполнили задачу. Опять было это все красиво, достойно. Туда съехались огромное количество делегаций. Мы там поставили рекорд Гиннесса. Было по двум... Как говорится, первое, это подняли штангу 400 тонн. Подняли и взлетели у нас на церемонии открытия 80 тысяч шаров. Это тоже составило... Попало в книгу Гиннесса этот рекорд выпуска с шаров. Кстати, об Олимпиадах. Какое впечатление у вас осталось от церемонии открытия Сочинской Олимпиады? Я срочно выезжаю 10 числа, выезжаю в Москву. Почему? Я буду вручать также премию Грани Театра МАЗ людям или той группе, которая делала Олимпийские игры в Сочи. И выступление, или, говорится, само мероприятие было грандиозное. Но идеи там мало. В 2008 году я показал возможность зального проведения Олимпийских игр. Это ставил я в церемонию открытия чемпионата мира по шахматам в Ханты-Мансиске, где Комарова пригласила и говорит, сделайте необыкновенный нам праздник этот. И мы с художником Гримом Александром Сергеевичем, царство, правда, ему небесное, прекраснейший художник был. Много мы сделали с ним интересных вещей. Так там у нас мамонты ходили по сцене и по залу. Были и такие приемы приняты. Мы показали там северное сияние. И я там был, и, правда, и товарищ Дворкович был, и заместители министра спорта были, смотрели. И я говорил, вот так можно делать. Ведь северное сияние, наверное, 2 или 3 процента человечества видели. Почему я так, это северное сияние? Да потому, что я там служил на новой земле. И я его видел. Это необыкновенное чудо. И мы добились показа этого. Здесь попытались сделать его. Но я вижу, не они полностью это могли сделать. Завтра люди увидят, тоже мою новинку. Она далеко не новый прием. Он давно забытый. Старый прием. Давно забытая, хорошая, настоящая. Тоже будет сделан определенный прием, где не надо будет говорить ни о чем. А я продолжил мысль Владимира Владимировича Путина, который сказал, что надо возродить олимпийское, вернее, не олимпийское движение, а движение ГТО. Это меня вдохновило. Да, этот комплекс ГТО, который был введен в стране в 30-е годы, он дал большую роль подготовке молодежи. И к работе, и к войне, и прочие вещи. Спасибо большое за интересную беседу. А я напоминаю, что гостем программы «По существу» был режиссер-постановщик форума «Россия. Спортивная держава» Валентин Алексеев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok